Следующая важная для нас задача – это выбор каналов распространения вашего контента. На прошлом уроке мы разобрались, какой контент вы будете использовать, какие цели вы преследуете, какие, в принципе, методики вы можете задействовать. Вы составили точки контакта, составили контент-план, сформировали контент-стратегию. Теперь основная задача для вас, для вашей команды – это то, как воплотить все это в жизнь. Куда идти, куда давать клиентам ваш контент, как его преподносить и так далее. Для начала, если начинать сначала, если можно так сказать, то стоит определиться, на каком этапе мы с вами сейчас. Если мы говорим о бренде, который существует уже несколько лет, у него есть узнаваемость, он уже есть в сети и есть много клиентов, база клиентская, с которой можно работать, то это одна стратегия контент-маркетинга, одни каналы продвижения и, скорее всего, скажем так, анализ тех каналов, которые вы уже использовали. Если же вы выходите только на новый рынок, а я уверена, что вы сейчас пробуете что-то делать сами, сами хотите продвигать через контент ваш новый бренд, то вам стоит начать с самого начала. И для того, чтобы сделать грамотный ход в плане контент-маркетинга, вам нужно для начала создать узнаваемость, так называемую, узнаваемость бренда. Вообще рассказать о нем, понять, через какие каналы вы об этом будете говорить. У большинства предпринимателей и, к сожалению, большинства маркетологов есть такая политика, что чем больше каналов распространения контента мы задействуем, тем больше будет отдачи, тем больше клиентов мы получим, тем больше выручка у нас будет и так далее. К сожалению, это мнение ошибочное, потому что каналы распространения контента зависят далеко не от того, чем больше их, тем лучше. Давайте вспомним про портреты пользователей, которые мы с вами создавали. Вспомним про каналы контент-маркетинга, которые мы составляли по каждому портрету пользователя. И вспомним те группы, те соцсети, в которые сидят ваши пользователи. Это и будут ваши каналы распространения контента. Допустим, если ваш пользователь – это прогрессивная молодежь, то вряд ли у них есть свои страницы в «Одноклассниках». А если ваш пользователь, наоборот, возрастная аудитория, то они явно не знают о такой сети, как TikTok. Поэтому основывайтесь на том, кто ваш пользователь, посмотрите, какие каналы они используют. В большинстве случаев, если говорить о брендах, с которыми я работаю, конечно, это таргетированная реклама Facebook, Instagram, это email-маркетинг, это, ну, собственно, все социальные сети. Не стоит отметать вообще социальные сети. Если вы думаете, что ваша мама не сидит ВКонтакте, то стоит ее спросить, если она ваша целевая аудитория. И стоит посмотреть срезы, особенно возрастные и гео, где находится та или иная аудитория. После того, как вы определили это, вам нужно понять, на какие каналы распространения контента вы делаете ставку. Ну, допустим, у вас есть хорошо работающий сайт, в нем есть много страниц, он красивый, многостраничный, который вы сделали сами или заказали в AppStudio. И вы первым делом думаете о том, что вы слышали такое слово, как SEO, и вам тут же нужно продвигаться в контекстной рекламе. Вы нанимаете SEO-специалиста, тратите на это огромное количество денег, скорее всего, тратите огромное количество на контекстную рекламу и не получаете ровно никакого результата. В первую очередь, потому что вы не разобрались в самой системе распространения контента. Тот же самый SEO-оптимизация начнет работать на вас через год. Если вы тестируете какую-то гипотезу, например, вы тестируете тот или иной продукт, или выходите на новый рынок, то я советую отказаться от SEO-оптимизации на первом этапе. Возможно, вы услышите другие отзывы от других маркетологов, и это нормально, у всех разные стратегии продвижения. Но я на своем пути не встречала ни одну компанию, которая бы на первом этапе SEO-оптимизация привела какие-то классные результаты и привела много клиентов. Также, если мы говорим о контекстной рекламе, посмотрите количество запросов, которые есть в контекстной рекламе по вашему продукту, по вашей проблематике и по вашей теме. Введите просто в Яндексе запрос на, например, там, фотостудии, посмотрите, сколько запросов делает пользователь. Если там есть оптимальное количество запросов, то есть большое, и люди действительно ищут информацию через Яндекс, через Гугл, то вам стоит заняться контекстной рекламой. Если вы видите, что количество запросов там предельно мало, то вам стоит закрыть глаза на этот канал распространения, хотя бы на первом этапе не тратить на него деньги. Поймите, задача маркетинга не в том, чтобы вложить максимальное количество средств и получить клиентов. Ваша задача – оптимизировать свои процессы, маркетинговые процессы так, чтобы каналы работали для вас максимально с большими оборотами по клиентской базе, но с малыми оборотами по бюджету. Уверены, что никто из вас не хочет переплачивать за клиента и не хочет, чтобы клиент обходился ему в десятки тысяч рублей и в другие суммы. Если мы говорим о распространении контента через другие каналы, то здесь их стоит разделить. Они есть платные, есть бесплатные. Например, у вас есть сайт, скорее всего, и вы делаете подписку на свою рассылку. На какой-то странице, скорее всего, на главной, вы убеждаете клиента в том, что ваша рассылка интересная, в ней много полезного контента, и если пользователь на нее подпишется, то он получит просто кучу полезной информации. Пользователь оставляет вам свой имейл и дальше проваливается по воронке продаж и идет по воронке имейл-маркетинга. Я не знаю ни одной компании, пожалуй, из крупных, которая бы не использовала такой инструмент, как имейл-маркетинг. Многие люди говорят, что имейл-маркетинг умирает, что люди не открывают рассылки и так далее. Но представьте себя на месте своего клиента или сами зайдите в свой почтовый ящик, посмотрите, какие рассылки вы читаете, на что вы подписаны и что вам действительно интересно. И используйте этот канал, а он для вас в данном случае будет бесплатным, потому что вы привлекли клиента, он самостоятельно подписался, и дальше вы ему отправляете рассылки, не переплачивая за это, лишний раз не вливая в него деньги. На какие показатели стоит ориентироваться при имейл-маркетинге? Конечно, проверяйте количество отписок, проверяйте количество открываемости писем, смотрите вашу подписную базу и работайте с ней. А главное, делайте такие рассылки, которые бы хотели открывать сами и хотели бы ими делиться со своими друзьями, например. Также мониторьте своих конкурентов. В своем лонгриде я приведу сервисы, которые позволяют это делать. Сделайте это, проверьте, как работают ваши конкуренты, какие источники трафика они используют. Эта вся информация есть в интернете, и вы сможете, ориентируясь на своих конкурентов, сделать свою стратегию по каналам продвижения. В этом нет ничего плохого. Ну, конечно, не ориентируйтесь на тех клиентов, которые делают заведомо плохой и некачественный контент. Делайте намного лучше. Идите на шаг вперед. И на что стоит обратить внимание при работе с материалами, при использовании площадок и так далее? В первую очередь, обращайте внимание на количество посещаемости того или иного ресурса. Если вы пускаете таргетированную рекламу, делайте рекламу в Facebook, в Instagram, то стоит обратить внимание на посещаемость этого ресурса, как часто пользователь видит ваш контент и так далее. Развивайте активность материалов. Не обязательно закладывать в бюджет таргетированную рекламу. Делайте вирус, но из которого пользователь будет распространять сам. То, как я уже говорила, делайте материал полезным, которым захочет поделиться любой пользователь. А также, что очень важно, и я рекомендую это сделать прямо сейчас, настройте очень качественную и грамотную аналитику. Все это можно сделать самостоятельно, установить на сайт, если еще нет, Яндекс.Метрику и Google Analytics, и отслеживать ежедневно все, что вы делаете с помощью аналитики. К сожалению, без этого невозможно грамотно работать с каналами продвижения и грамотно выстраивать контент-маркетинг.